Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Сергей Жартецкий, и я старший преподаватель кафедры генетики биологического факультета БГУ. Я занимаюсь генетикой микроорганизмов, отношением, которое возникает между микроорганизмами и растениями. И в этом видео я попытаюсь вам объяснить о таком сейчас модном явлении в изготовлении биологических препаратов, как выбор микроорганизмов, которые подавляют растительный стресс. Как сказал мой знакомый француз, если у вас на участке очень много виноградных улиток, то начните их есть, и тогда их сразу станет мало. Поэтому мы с вами начнем с того, что же такое растительный стресс, или что такое стресс растений. На самом деле все мы знаем, что такое стресс для нас. Это очень подавленное состояние. Во время стресса мы неадекватно реагируем на все вокруг. Во время стресса мы можем заболеть, и стресс может привести к смерти. То же самое происходит и с растениями. Как бы странно это ни звучало, но у них есть одно очень важное вещество, которое в целом, в принципе, отвечает за это явление. За стресс. Это вещество знакомо нам всем. Это, в принципе, газ. Газ, который называется этилен. Он нам известен по пленке, которую мы используем на наших приусадебных участках. Полиэтиленовую пленку. Это структура, которая состоит, как из кирпичиков, из маленьких молекул или частичек этого газа. В ближайшем приближении. Так вот, этот газ для растения является очень важным. Если его уровень в соке растительном превышает определенную границу, то растение думает, что ему просто не следует дальше жить. Ну вот это так простым языком можно объяснить. Если на растения подействовало что-то экстраординарное, допустим, низкие температуры или излишне высокие температуры, если на нем поселилась фитофтора, если его немножко покусала улитка виноградная, растение это чувствует и сразу же повышает уровень внутреннего этилена, концентрацию этилена. К чему это приводит на самом деле? Это приводит к тому, что растение начинает замедлять свой рост, оно начинает быстрее созревать, отдавая все соки на созревание плодов, дабы быстрее оставить потомство. Но в целом, стресс приводит к тому, что растение погибает, как правило. Кроме того, выделяя газ, оно может сообщать соседним растениям, что встретилось с каким-то негативным фактором. И соседние растения, соответственно, тоже могут начинать прекращать свой рост. Именно поэтому распространенная в сети идея о том, что мульчировать растение полезно всем, чем угодно, и в том числе свежескошенной травой, я лично не приветствую. Просто потому, что свежескошенная трава очень активно выделяет этилен, и если мы ей укрываем пространство вокруг стебля растения, то укрытое таким образом растение может иногда тоже подвергаться действию этого стресса и может быть угнетенным. Поэтому лучше всего мульчировать, допустим, все-таки высушенной травой, которая уже вокруг себя не повышает уровень этилена. В настоящее время ученые при изготовлении биопрепаратов большое внимание уделяют наличию в составе биологических препаратов для защиты растений, для их быстрейшего укоренения, для того, чтобы растение меньше подвергалось действию вот этих стрессовых ситуаций, включают в состав биологических препаратов бактерии или же грибы, которые способны понижать уровень этилена. Это на самом деле очень просто. Говоря простейшим языком, чтобы всем было понятно, представьте, что у вас какое-то плохое вещество в организме выделяется, которое вам мешает жить, а бактерии, которые у вас живут, скажем так, в организме, в желудке, предшественник, то вещество, из которого этот яд образуется, его просто нейтрализует, и вам нечего его делать. То же самое делают и большинство известных ризосферных бактерий, те, которые живут непосредственно в области корней, в почве, либо на листьях. Они уже давно вошли во взаимовыгодное сосуществование с растением, и их действие основано на том, что взамен питательных органических веществ, которые они берут от растения, они могут подавлять синтез этилена. К чему это приводит? Ну вот представьте, у нас два растения. Одно заселено активными такими микроорганизмами, которые подавляют синтез этилена. И тут у нас выдался непогожий денек, который длится один день, два дня, три дня. Много таких деньков. У нас идет обильное выделение осадков, все вымокло вокруг, выползли из-под земли, виноградные улитки начинают все есть. Растение, которое не заселено этими полезными микроорганизмами, от такого стресса, скорее всего, зачахнет. Скорее всего, и урожай с него будет небольшой. А растение, у которого в помощниках есть микроорганизмы, которые не дают ему выделить вот этот вот гормон стресса, а некоторые ученые называют его прям гормон смерти растений, это растение будет изо всех сил сражаться за то, чтобы выжить и не умереть. Вот такое простейшее сравнение. Одно растение от малейшего стресса погибает, засыхает. Это может быть любое растение, это может быть даже древесное дерево у вас на участке, или это же может быть растение у вас в цветочном горшке на подоконнике. Иногда баланс сосуществования растений и микроорганизмов, вот этих полезных, может быть нарушен. И нарушается этот баланс, как правило, бездумным внесением как минеральных, так и органических веществ непосредственно к растению. И моя задача, то, чего я бы хотел, чтобы вы, уважаемые зрители, прежде чем использовать любой биопрепарат, все-таки вникали в его суть, в суть его действия. В этом году из-за наличия дистанционного обучения я очень плотно окунулся в садоводство, грядки, было время. И, естественно, я заметил, что мои знакомые, родные, очень бездумно используют биологические препараты. А большинство не понимает, что такое биопрепарат на основе грибов, что такое бактериальный препарат. Я заметил, что, используя бордовскую смесь против фитофторы, при этом активно люди вносят одновременно биологический препарат на основе грибов. И не понимая, что медный купорос убивает как патогенную флору грибов, так и тот биопрепарат, который вносится. Поэтому, еще одно такое замечание. Когда вы одновременно вносите препарат на основе микоризы, грибов, которые призваны уменьшить патогенное влияние микробов. Вы должны понимать, что есть грибы, есть бактерии. Они между собой могут как дружить, могут как враждовать, а могут просто друг на друга не обращать внимания. И в этом году некоторые мои знакомые ко мне обратились с таким возмущением. Вот вы биологи, вы изобретаете биологические препараты, а они не работают. Прошу заметить, в этом году из-за очень мокрого и прохладного августа томаты повально у всех почернели. Буквально за неделю ведрами люди выбрасывали черные томаты просто на свалку, пытались сжечь, дабы избавиться от фитофторы. Почему? И сразу претензии. Я использовала все препараты, ничего не помогало. Потому что даже препарат никогда не сделает за вас ту работу, которую вы должны делать своими руками. Приведу пример. Опять же, на собственном опыте я заметил, что почернение томатов в большей части у людей, у моих знакомых, было выражено там, где по большей части огромными количествами размножаются и находятся виноградные улитки. Лично сам делал эксперименты, по ночам с фонариком ходил и выяснил, что томаты чернеют там, где ползает виноградная улитка. На своей ноге они разносят споры, никак иначе это не объясняется. И не решив проблему виноградных улиток на участке, вы не решите полностью проблему с размножением и развитием фитофторы. С другой стороны, как решить проблему виноградных улиток? Ее не решишь, пока соседний с вами участок находится в заброшенном состоянии, даже не выкашивается. Благоприятное место для развития виноградных улиток. Вы будете сражаться целыми днями на грядках, ночью вы пойдете спать из соседнего участка и слизни виноградные улитки наползут. К чему я это все говорю? Для того, чтобы получить хороший урожай на своем участке, нужно всегда подходить комплексно. У вас должен быть порядок на участке, не должно быть ни хлама, ни досок, под которыми размножаются виноградные улитки. У вас должно быть выкашена трава, вы должны использовать биопрепараты тогда, когда ими нужно пользоваться. Не тогда, когда уже томаты начали чернеть, а буквально сейчас, когда, ну сейчас уже может быть поздно, уже снег выпал, но даже осенью, когда еще есть положительные температуры, когда вы убираете все с участка, вы должны обрабатывать в данном случае биопрепаратами не вместе, не вместе бактериальные и грибные, по отдельности, начиная с весны, начиная с проращивания семян. И только тогда вы сможете говорить о том, что биологический препарат действует или не действует. И учтите, что даже полезный биологический препарат на основе бактерий и грибов между собой могут эти препараты враждовать. Поэтому в лучшем случае нужно, конечно же, изучать эту всю информацию самостоятельно. Возможно, вы даже повысите весь свой уровень образованности. Но если вы все-таки не хотите так глубоко копать, следует обращать внимание на то, что пишет производитель. Очень хорошо, я хочу сказать, что большинство современных производителей биопрепаратов или современных биопрепаратов включают в своем составе бактерии, либо грибы, которые подавляют синтез этилена. И сразу возникает вопрос, а когда их использовать? Естественно, вот такой препарат нужно использовать тогда, когда либо предстоит растению испытывать стресс. Допустим, начинается череда дней с плохой погодой. Вы знаете, что придет дождливая погода, похолодание. Внесите такие препараты. И ваши растения сразу же гораздо лучше справятся с этой проблемой. Биологические препараты направлены каждый на определенное действие. Одни содержат растительные стимуляторы. Вот почитайте на этикеточке. Там находится в составе индолил уксусная кислота, или иук, или ауксин, или гормон роста. Значит, вы должны этот препарат давать растению тогда, когда ему нужно либо прорастать, либо расти, развиваться. Но ни в коем случае не тогда, когда уже зреют плоды. Если же этот препарат содержит грибные микроорганизмы, грибы, то, соответственно, его нужно вносить тогда, когда требуется антагонист плохим бактериям или грибам. Что это значит антагонисты? Если вы вносите, допустим, сенную палочку в бактерию, то, соответственно, она будет с плохими сражаться за еду, сражаться за пространство. При этом выделяя для растения полезные вещества. Все это нужно учитывать. И все это можно найти самостоятельно. Как в интернете, так и, конечно же, вы можете задавать свои вопросы в комментариях. На самом деле, это для меня первое видео. Оно созрело у меня просто на волне результатов этого года. На волне неудач у моих близких, знакомых, родственников из-за, вот я вам сказал, из-за плохой погоды, скорее всего. И поэтому я надеюсь, что вы, уважаемые зрители, добавите вопросов, на которые я смогу вам ответить, может быть, немножечко повысив знания, которые у вас есть, и вы сможете ими воспользоваться. Благодарю за внимание и жду ваших комментариев. Подписывайтесь, те, кто еще не подписался на этот канал. До свидания.